Здравствуйте, я рад, что вы смотрите на «Сейчас». Вы помните, о чем мы говорили на прошлой неделе? В прошлый раз мы начали новую серию проповедей о последних днях Иисуса и говорили о входе Иисуса в Иерусалим. При этом мы узнали, что Он, будучи Сыном Божьим, проконтролировал, чтобы на пасхальной неделе все прошло так, как запланировал Бог. Сегодня мы поговорим о том, что Иисус знал обо всех деталях того, как это должно было произойти. В чем именно мы можем это видеть и какое значение это имеет для нас, вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди. Приятного просмотра. Мы углубляемся в нашу историю, и от этого она становится еще более увлекательной и драматичной. Марк, Матфей, Иоанн и Лука, все эти евангелисты рассказывают нам эту историю. Марк рассказывает нам обо всем деталях. Почему же мы должны знать все подробности? А вот должны. В нашей истории мы видим, что Иисус не только задает масштабы происходящего, как мы уже рассмотрели ранее, но и определяет детали. Я хочу попробовать с Божьей помощью и силой Святого Духа показать вам, каким великим спасителем Он был, насколько могущественным был Христос. Задачей Иисуса было исполнение пророческого слова, всего, что обещали ветхозаветные пророки. Люди должны были знать из его слов и дел, что он был именно тем, о ком говорили пророки. Это одно из этих пророческих слов, которые мы можем найти в книге пророка Захарии. Оно было сказано за 800 лет до этого, и вот что тут говорится. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Каким же образом Иисус должен был исполнить эти слова, сказанные о нем? У него не было осла, у него не было ослица, у него не было даже осленка. Где же он мог взять осла, не крадя его? Ведь пророк сказал, что он будет на осле, а именно на молодом осле. И здесь мы снова видим всеведения нашего Господа, нашего Иисуса Христа, в Его Божественном измерении. А вы знаете, что у Иисуса было две природы? Одна человеческая, другая божественная. Обе эти природы, не смешиваясь, присутствовали в нем, как человек. Иисус не знал всего, но ничто не было сокрыто от Него в Его Божественной природе. Поэтому Он послал своих учеников в близлежащее местечко под названием Вифагия, прочь ото всей этой суматохе, о которой я рассказал вам на прошлой своей проповеди. Он сказал им, что там они найдут привязанного осленка подли его матери. Но Он сказал им не только о том, что там они найдут ослицу с осленком, но и о том, что там будет некто, кто спросит их, что они делают, когда они будут отвязывать осленка. Иисус очень точно рассказал обо всем, что будет происходить. Он сказал им, вы придете туда и увидите привязанную ослицу с осленком, возможно, там будет и осел. Заберите молодого осла, а затем к вам выйдет его хозяин и спросит, что это вы здесь делаете. Он подумает, что вы крадете у него осла. Иисус описал все так, как оно и произошло. Иисус знал даже, что скажет хозяин осла, что он спросит их, что это вы здесь делаете. И дал им указание, что ему отвечать. Он сказал им, что они должны ответить, что этот осел нужен Господу. Он сказал им, что если они ответят ему так, то хозяин позволит им это сделать. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни все происходило подобным образом, чтобы я знал, что я буду есть на обед, или если я еду по автобану, я знал, что передо мной едет грубый водитель, или что вечером будет хорошая погода, и я смогу прогуляться. Как было бы здорово, если бы мы знали о таких вещах. Кто бы из вас хотел, чтобы все так было? Наверняка у вас есть такое желание. Возможно, вы читаете, да, это кошмар какой-то. Как бы ужасно было, если бы я знал, что будет завтра, послезавтра и в этом году. Но в нашем отрывке есть один важный момент. Иисус сказал тем двум ученикам, послушайте, все должно произойти именно так. Мне нужен осел. Я должен отправиться в Иерусалим. Я должен свести Израиль с ума. Они должны меня побить. Они должны довести дело до конца и убить меня. Я должен завести этот механизм. И для этого мне нужен осел. Эти два ученика отправились в путь. Если бы Иисус сказал такое мне, я бы спросил, учитель, откуда тебе об этом? Известно, скажи. Иисус знал обо всем, вплоть до самых мелких деталей. Таков наш Господь. И такие моменты в Библии встречаются часто там, где описываются Его деяния. Чуть позже произошла практически идентичная история. Мы еще подробно поговорим об этом. А сейчас давайте обратимся к Евангелию от Марка. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху. Мы пойдем и приготовим. Здесь речь идет не об осле, которого у Иисуса не было, а о месте, которым он не располагал. А ведь ему нужно было отпраздновать Пасху со своими учениками. И вот снова мы читаем и посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И далее Иисус говорит, «И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. «Друзья мои, что же вы не вскакиваете со своих сидений? То, что я вам только что прочел, это же просто невероятно. Нужно только внимательно присмотреться. Нужно только прочитать, что есть у нас благодаря Богу Живому, что есть у нас благодаря Христу. Он – это Сын Божий. Ему известно все. Он знает обо всем. Ему было известно все тогда и сейчас, даже в вашей жизни. От Него ничего не сокрыть. Как и ранее, Иисус все предсказал именно так, как оно и произошло. Он не был каким-то лживым прорицателем. Он был и остается Сыном Божьим. Ему известна и ваша ситуация. Он знает, что будет завтра и послезавтра. Давайте вспомним ту историю, когда Иисуса и Его учеников упрекнули в том, что они не платили дань на храм. Тогда Иисус послал Петра к морю и сказал Ему следующие слова. «Брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми». Наш Господь опять обо всем знал. «И открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Один статир как раз и составлял дань на храм для двух человек. Итак, Иисус посчитал не только волосы на ваших головах, но и рыбу в море. И он даже знал, что у этой рыбы во рту. Он знал, что у той рыбы, которую поймает Петр, во рту будет монета. Так велик наш Бог. Как сообщает нам Иоанн, Иисуса в целом можно было ни о чем не информировать. Иисусу не нужна была информация о других. Вот почему Иоанн пишет об Иисусе, что тот не имел нужды, дабы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Вот какой у нас Христос. Вы знаете песню «Ты знаешь Пуц?», хоть я его не знаю. Это важное послание. Иисусу было известно и пророческое слово из книги пророка Захарии. А еще он знал, что была ослица с осленком, и как нужно было достать этого осленка, чтобы исполнилось пророческое слово. Но это еще не все. Иисус знал все и о владельце этого осла. Он знал, что этот человек был верующим. Он был одним из неизвестных учеников Господа. Он был его тайным последователем. Таких учеников в Израиле было очень много. Ибо мы исходим не из того, что Иисус приказал своим ученикам просто увезти осленка, говоря проще украсть. Я не верю, что все было так. Или же вы подумали, читая эти строки, что Иисус сказал «Украдите мне осла». Нет. Иисус бы не стал нарушать свою же заповедь «Не укради». Этого Иисус делать бы не стал. Но благодаря тому, что сказано в Библии, мы знаем, что здесь речь идет о человеке, который знал Иисуса. Предсказанный Иисусом ответ владельца осла указывает на то, что он не только знал Иисуса, но и любил его. Действительно, Иисус повелел обоим ученикам просто ответить, когда хозяин спросил, что они делают, он надобен Господу. Я знаю, что произойдет, если вы пойдете по одной из улиц нашего города, отвяжете какую-нибудь большую собаку и попытаетесь забрать ее себе. И вот к вам выходит ее хозяин, а вы говорите ему, «Извините, но она надобна Господу». «Да-да, она надобна Господу, поэтому я ее и возьму». В этом не будет никакого смысла, ибо светский человек не знает, кто такой Господь. Вас тут же схватит полиция. Но может быть и так, что я скажу, она надобна Господу, и владелец ответит, «Господь, это же мой господин, ты тоже христианин?» «Да, я тоже христианин». «Ну надо же, он что, нужен Иисусу?» «Бери, конечно, только верни назад». Именно так я себе все и представляю. Я думаю, что так оно и было, ибо не может быть так, чтобы светский человек, услышав, что Господу нужен осел, согласился бы его отдать. Они не стали ничего подробно объяснять, а сказали просто «Он надобен Господу». Этого было достаточно. И хозяин тут же с радостью отдал им осла, ибо он знал Господа. Он был тайным учеником Иисуса и хотел служить Ему. Так что дискуссий, которые обычно бывают у нас, не последовало. Когда речь идет о вашей машине, имуществе, времени, доме, квартире, деньгах, и вам говорят «Это надобно Господу», тогда не торгуйтесь, а поступайте так же, как этот безымянный последователь Иисуса, и с радостью отдавайте это Иисусу. «Да, с радостью отдавайте это Иисусу». Итак, Господь увидел, что хозяин осленка был христианином, и поэтому он с радостью отдал его ученикам Иисуса. Иисус знал все и о том, как этого осла использовали до этого. Иисус предсказал еще одну деталь касательно этого осла. А вот что мы можем прочитать в нашем сегодняшнем отрывке. И говорит им «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла». И вот она, эта деталь, на которого никто из людей не садился. Мы могли бы не обращать внимания на этот момент, решив, что это неважная деталь. Но я считаю, что Библия — такая толстая книга не за счет того, что ее авторы включили в нее столько ненужной информации. В ней нет ничего лишнего и всегда достаточно нужной информации. Слово Божие — это законченное произведение. И когда Дух Святой сошел на Марка, чтобы он записал и тот факт, что осел был совсем молодым, и на него из людей никто еще не садился, ибо эти слова должны были быть зафиксированы. Также стоит задуматься и о том, почему Иисус сделал Своим ученикам это замечание. Оно важно, как мне кажется, как и все остальные слова, сказанные Иисусом. Ибо посланием о том, что это был молодой осел, на которого никто из людей не садился, Иисус дал Своим ученикам понять, что этот осленок был зарезервирован для него, так же, как и вы, зарезервированы для Бога, и поэтому должны жить соответствующим. Вы знаете, что все это мы можем видеть в Марии? Матери Иисуса. Мария была непорочной девой, непорочной. Можно сопоставить ее с этим ослом, ибо она никогда не была с мужчиной. Она стала своего рода сосудом для Иисуса, которому еще не было доступа ни у одного мужчины, и который еще не содержал ни одного другого ребенка. Прежде Мария еще не рожала. Она была зарезервирована для Иисуса. Авторам Писания также важно было сообщить нам, что даже гробница, в которую был помещен Иисус, была особенной. Ибо после смерти Иисуса Иосиф Аримофейский снял его с креста с разрешения Пилата, и, как сообщает нам евангелист Лука, «Сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, высеченном скале, где еще никто не был положен». Но вот оно, опять же, тут сокрыто послание для нас, и оно звучит так. Иисус желает, чтобы все мы пришли к Нему. Он хочет, чтобы мы жили особенной жизнью и освещались только для Него. Наши сердца не принадлежат никому, кроме Него. У нас не должно быть других богов, кроме Него. Мы, как и тот осленок, были зарезервированы для самого Иисуса. И мы дарим Ему самое дорогое. И самое лучшее, что у нас есть, а не какие-то там остатки. Поэтому, дорогие друзья, подарите свою жизнь Господу Иисусу еще в юности, а не только в старости. подарите ее Ему, когда вы здоровы, а не только тогда, когда вы больны. Иногда я размышляю о том, что было бы, если бы я обратился в веру, уже будучи в летах. Это было бы ужасно. Об этом не может быть и речи, друзья мои. Если бы так произошло со мною, тогда у меня никогда не было бы богатства, долгой, полноценной жизни с Иисусом. У меня за спиной были бы просто потерянные, съеденные всякими вредителями годы. Некоторые люди говорят, я могу обратиться и позже. Сначала я хочу вдоволь насладиться жизнью. Но вот такая у них философия. Эти люди не знают, о чем они вообще говорят. Если бы они знали, насколько драгоценна жизнь с Иисусом, они бы обратились в веру не сегодня, а еще вчера, позавчера, в прошлом году или в самом начале своего существования. Как-то меня однажды спросили, если бы я должен был или мог начать свою жизнь сначала, что бы я в ней изменил? Я ответил этому человеку, я бы изменил только одно, а именно, я бы обратился в веру еще в очреве моей матери, чтобы я не пропустил ни одного дня жизни со Христом, моим Господом. Послушайте, Иисус, это знак качества вашего существования. Я говорю, я резервирую вашей жизни для Иисуса. Пусть никто другой, ни одно божество, ничто, ни один конкурент Иисуса не сможет вмешаться в вашу жизнь и не сможет воспользоваться вами. Пусть все это будет принадлежать Иисусу и только Ему. Будьте же ослятыми, на которых никто из людей еще не садился, поэтому даруйте Иисусу уже ваши ранние годы. посвятите Ему ваше здоровье, ваш брак, ваших детей, ваше имущество и ваше время. Будьте покорными ослами, на которых никто из людей еще не садился, и которые предназначены только для Господа Иисуса. Ну и что же? Теперь мы видим, как славен Христос, который держит все в своей могучей руке и управляет вашей судьбой и судьбой всего мира. Все идет по его воле и расписанию. Он все рассчитал. Мы уже это обсудили. Он рассчитал и собственную, смерть, и вашу жизнь во всех деталях. Он знает все. От него ничего не сокрыто. И, друзья мои, нам остается лишь присоединиться к ликованию толпы, крича «О Санна!» «Благословен грядущий во имя Господне!» «Благословенно грядущее во имя Господа!» «Царство Отца нашего Давида!» «О Санна!» «О Вышних!» Слово «О Санна» переводится как «Спаси, о Господи!» или «Спаси нас сейчас, о Господь!» Впервые оно встречается в 117-м Псалме, который мы все прекрасно знаем. «Сей день сотворил Господь!» «Возрадуемся и возвеселимся воной!» «О Господи, спаси же!» «О Господи, спас пешествуй же!» «Благословен грядущий во имя Господне!» «Благословляем вас из дома Господне!» «О Господь, «О Господь, и осеял нас!» «Вяжите вервями жертву!» «Ведите к рогам жертвенника!» «Ты Бог мой!» «Буду славить тебя!» «Ты Бог мой!» «Буду превозносить тебя!» «Славьте Господа!» «Ибо Он благ!» «Ибо вовек милости Его!» «Разве не хотим и мы так же взывать к Иисусу?» «Разве не хотим и мы распахнуть наше одеяние Ему?» «А еще лучше распахнуть Иисусу наши сердца!» «Разве не будем и мы приветствовать Его ветвями деревьев и пальмовыми листьями?» «Просите Его и славить Его!» «О Господи, спаси же!» «Ассанна в небесах!» «Аллилуйя!» «И теперь еще пару слов напоследок. Мы должны запомнить еще пару моментов. Мы знаем, что толпа не знала, кем на самом деле был Иисус. Она была возбуждена и взбудоражена пробуждением Лазаря. Это была настоящая сенсация. Мертвый снова стал живым. Мы тоже исходим из этого знамения. Благодаря Ему все и началось. Пришел некий чудотворец. Но кем Он был на самом деле? И каким было Его поручение на земле? Каким было Его послание? Каким было Его служение? Этого люди полностью не понимали. По крайней мере, большинство из них этого не понимало. Их знания были очень поверхностными. Они верили, что Иисус был Мессией из-за Его знамений и чудес. Но они полагали, что Он выполнял какую-то политическую миссию. Они надеялись, что Он сломит Игорь Римлян и вернет Израиль к процветанию. Как во времена Великой империи Давида. Но когда они узнали, что Царство Иисуса было вовсе не от этого мира, а когда Его карьера завершилась на кресте, они разочаровались в Нем и отвернулись от Него. Итак, вербное воскресенье было Осанно. А через несколько дней они уже кричали «Распни Его!». Их Осанно превратилось в «Распните Его!». Эта разъяренная толпа не осознавала, кем на самом деле был Иисус. И чего Он хотел на самом деле. С нашей точки зрения мы можем сказать, они не постигли благую весть. То же самое мы видим и сегодня. Многие называют себя христианами, но на самом деле не знают, чего на самом деле хотел Иисус. Они никогда по-настоящему не понимали благую весть. Возможно, такие люди сидят здесь и сейчас. Вот почему многие говорят «да», политическому, социальному и пацифистскому Иисусу, но не Иисусу как Спасителю от наших грехов. Они не верят в Него, как в Того, кто ведет нас к покаянию и примиряет нас с Богом. Они не хотят иметь ничего общего с этим Иисусом. Точно так же есть и люди, которые, как и люди тех времен, вдохновились сенсационными знамениями и чудесами, которые сотворил Иисус. Я видел многих, кто восторженно кричал «Ос, Анна!» и даже впадал в транс на богослужениях. Но когда в их жизни нахлынули бури, когда подлинность их веры была проверена огнем, они потерпели поражение. Их вера была жестянкой, а не золотом. Эта толпа хотела победоносного Христа, а не распятого. Их уста восхваляли Его, но их сердца были далеки от Него, как говорил Иисус. И поэтому, дорогие мои друзья, давайте подумаем, а где же находимся мы с вами? Где находитесь лично вы? Следуете ли вы за Иисусом только восторженными аплодисментами? или от всего сердца? Подумайте об этом. Действительно ли вы принадлежите Иисусу и в хорошие, и в трудные времена? Уловили ли вы истинный смысл благое вести покаяния и благодати? И знаете ли вы, что вы должны родиться свыше, иначе у вас не будет вечной жизни? Вот что главное, и ничего больше. Благослови вас Бог, чтобы у вас было это откровение. А сейчас давайте все вместе прославим Иисуса и дружно скажем «Аминь». Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!